Большое спасибо, что пригласили нас на это мероприятие в Швеции. Был выполнен целый ряд очень качественных эпидемиологических исследований в той популяции, которая затронута данной патологией. Некоторое из наших исследований выполнялось на основе шведского онкологического регистра, регистра онкологических заболеваний онкологических пациентов. Он ведется с 1958 года. Данные этого регистра высоко надежны. Они покрывают 95% пациентов с онкологическими патологиями. И сегодня мы с вами будем говорить об инверсированных попеломах. Регистр содержит информацию о гендерных характеристиках, о гендерном статусе пациента, о локализации опухоли, о гистологическом статусе, о гистологических особенностях. И мы исследовали в основном два типа патологии с 1960 года по 2010 год. И рассматривали мы тенденции, тренды в области заболеваемости. Было обнаружено 3 221 пациент с нелимфоидными злокачественными опухолями носовой полости. 61% данной популяции составляли мужчины. Среди женщин, женщины доминировали в популяции больных с меланомой. И что касается временных характеристик заполеваемости, наблюдается незначительное снижение с 1,19 до 0,86. Сотых с 60 по 2010 год. Что касается синоназальных злокачественных опухолей. В начале исследуемого периода, наиболее распространенным типом видом опухоли были аденокарциномы. Вторым типом были злокачественные меланомы. Что касается характеристик выживаемости, значительных улучшений в данной области не происходило. Выживаемость была несколько лучше для синоназальных злокачественных меланом и была выше для аденокарцином. Мы также посмотрели на папилломы. Мы посмотрели на шнайдеровые папилломы, на переходно-клеточные терзиномы. Посмотрели на предмет того, есть ли какие-то изменения с точки зрения этих опухолей. И насколько у нас происходит трансформация подобных опухолей, подобных новообразований на популяционном уровне. Как вы знаете, это достаточно доброкачественная опухоль, но при этом у нее очень такой агрессивный рост. И вы видите, что у нее есть определенная тенденция к переходу в злокачественное новообразование. И то, что касается эпидемиологии, она не ясна, потому что это редкая опухоль. И очень многие исследования проводились на уровне клиник. Они показывают просто свой материал, поэтому выборка недостаточная, то есть покрытие популяционное недостаточное для того, чтобы определить эпидемиологию. Приблизительно это 0,5 или 1,5 на 100 тысяч населения. У некоторых пациентов есть определенное... У некоторых, так скажем, в некоторых популяциях мы видим повышение встречаемости этого новообразования, но здесь мы не уверены. Есть определенное рецидивирование, это приблизительно 15-30%, и трансформация, переход в злокачественное новообразование, это приблизительно 5-10%, то есть в плоскоклеточную карциному. И если мы с вами посмотрим на общее население Швеции, вы видите, что средний возраст диагностики, это приблизительно немножечко старше 35 лет, несколько больше склонны женщины, нежели чем мужчины. Это приблизительно 2,4 к 3 среди мужчин, и 3 к 1 это среди мужчин. Здесь вы видите 0,01 на 100 тысяч населения, на душу населения. На самом деле в Швеции население не очень большое, поэтому здесь вы видите, что у нас приблизительно 814 случаев всего, из них 11 прошли трансформацию в злокачественное образование, такое как плоскоколочная карцинома. Вы видите, что 1,35% пациентов, как раз это составляет 1,35% населения, процентов популяции. Очень интересно, что только мужчины с подобной папилломой имели переход в злокачественное новообразование, среди них не было женщин, среди этих пациентов. Если вы посмотрите на материал, собранный по Стаггольмуту, вы увидите, что 17,8% пациентов, у которых было радикальное хирургическое вмешательство по поводу папилломы. У них был рецидив в течение 5 лет после постановки диагноза. В заключение я могу сказать, что если мы с вами посмотрим на шведскую популяцию, то в этом случае мы видим, что количество выявляемого рака сеноназального идет вниз, в то время как количество папиллом у нас повышается с 60 по 2010 год. Тем не менее, количество папиллом на данный момент у нас несколько ниже на популяционном уровне, приблизительно составляет 1,35% по сравнению с, так скажем, отчетами от клиник, которые мы получали до этого. Я хотела бы задать два вопроса. Прежде всего, большое спасибо за Вашу крайне интересную презентацию. У нас есть некоторые проблемы с папилломами, безусловно. И когда мы с Вами принимаем решение по поводу лучевой терапии у этих пациентов, когда Вы лучевую терапию начинаете после первого хирургического вмешательства или после первого рецидива, если он происходит, после первого или после второго, И у нас всего лишь несколько случаев, когда мы прибегали к лучевой терапии. В основном, это хирургическое вмешательство. И были несколько случаев, когда хирургия была невозможной из-за анатомической локализации опухоли. И мы использовали тогда лучевую терапию. Если мы говорим об объеме лучевой терапии, на самом деле я хирург, я прошу прощения, я не смогу Вам ответить на вопрос. До того, как я начала работать в Каролинском институте, у меня на самом деле накопился определенный клинический опыт. И я могу сказать, что очень много в этой области сделали именно Вы. Но в начале 2000-х и в 90-х годах мы давали лучевую терапию этим пациентам с переходно-клеточной папилломой. 5 мм приблизительно на 1 см был объем. И надо сказать, что в то время у нас было определенное ограничение. В определенных локализациях хирурги отказывали в хирургическом вмешательстве этим пациентам. Да, я знаю, что улучшились во многом хирургические навыки, хирургические методики. И таким образом рецидивирование мы снизили во многом. Продолжение следует...